Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Казявар. И это вторая часть, как я буду рисовать скорпиона. В этой части я покажу, как я его заштрихую и сделаю из него более-менее натуральный вид такой. В руке у меня карандаш 6Б, мне еще понадобится растушевка. Либо можете взять любой листик и растушевать там в некоторых местах надо будет. Буду пользоваться еще карандашом 2Б, острым, тоненьким. Для прорисовки более тонких деталей. Для начала я хочу сделать скорпиону тень. Для этого я беру карандаш 6Б и начинаю рисовать ему, штриховать вернее, под лапкой ему, под клешней. И вот здесь я тоже заштрихую. Также штрих нужно наложить под лапки, на которых он передвигается, и под само тельце. Наношу штрих очень мягко, я сильно не давлю на карандаш. Это, в принципе, и бессмысленно. Если вы сильнее надавите, будет более четкая просто тень. Если чуть поменьше, то менее четкая. С другой стороны, тень всегда можно сделать более темной. Я всегда поначалу рисую вот такие вот мягкие линии, чтобы потом можно было что-то стереть. Сейчас они идут такие типа бледные, но это ничего страшного. Сейчас все будет, сейчас сами все увидите. Также этим же карандашом я хочу заштриховать ему некоторые части тела. А конкретнее вот эти ячейки наверху, которые... И штрихую я только с левой стороны, где-то до середины. Полностью их не заштриховываю. Потому что сейчас это все буду растирать. И получится там места, где светлые, там получатся такие просто чуть-чуть серенькие. А где уже сам штрих наложен, там будет самая темная часть. При этом стараюсь так нанести штрих, чтобы не задеть боковые стенки. Вот здесь немножечко выемку делаю. То, что заметила, что на референсе там выемка такая. Вот. Теперь я беру тушевку. У меня вот такая досалика. Что они там вообще стоят копейки. И начинаю растирать. Ее можно заменить ватной палочкой, если вдруг у вас в данный момент нету растушевки. Возьмите ватную палочку, получится не менее... Ну, не хуже, короче говоря. Либо листик какой-нибудь. Сверните его в трубочку и также растушуйте. Начинаю растушевывать сначала возле клешни, потом возле ножек. Получается более мягкие тени, если растушевать, нежели чем просто нанести штрих. И в районе вот этих вот звеньев я тоже начинаю штриховать. Сильно не тру, не затираю, так сказать, поверхность. Чтобы потом сверху еще нанести карандаш. Все, здесь затушевываю. Ну и, собственно, все. Тушевка мне пока не нужна. Беру карандаш. Это у меня карандаш 2Б механический. Если кому-то интересно, Рик Краус. Ну, там, в принципе, разницы нету. В карандашах лишь бы было удобно держать. И все. Начинаю штриховать с верхней части. И постепенно буду опускаться вниз. Само жало, но там, как-то интересно, так тень на него падает. Видимо, потому что это все-таки какая-то глянцевая поверхность. Он сначала посередине, там есть тень маленькая. Потом сверху такая дуга. И верхнюю ячейку я тоже доштриховываю. Штрихую сначала как бы вправо. Потом более вертикальными линиями. И посередине наношу еще штрих. Она получается такая округлая немножко. Грифель, кстати, сильно не вытаскивать. Если у вас тоже идет механический карандаш. Вход. Грифель сильно не вытаскиваете. Длинным его не делайте. Потому что он легко может сломаться, когда вы начнете на него давить. Еще мне понадобится вот такая резинка. Вы можете взять свою резинку. И обрезать ее с одной стороны. Чтобы получилась такая тоненькая каемочка. Чтобы ей можно было убирать какие-то мелкие детали. И продолжаю таким образом штриховать всего скорпиона. Постепенно переходя вниз. Сначала я добавляю линии по краям. Потом беру ластик. И убираю также по краям линии. То есть вот так вот. Чтобы они были такие, ну типа как более-менее объемные. Вот так, когда смотришь на картинку своими глазами, особо этого не видишь. А если вот на камеру, допустим, снимать, на камеру вообще четко видно. Собственно, на камере и видно, как будет видеть зритель мою картинку. Это, кстати, очень удобно. Слышали, да? Я знаю, что художники очень часто приходят к такому приему. Либо снимают на камеру. Либо на телефон фотоют и смотрят уже там со стороны. Я тоже часто так делала. Когда рисовала животных на заказ. Потому что на картинке, которую ты смотришь в телефоне, видно вообще все изъяны. А когда так смотришь, вообще ничего не видно. В чем магия, вообще непонятно. Далее продолжаю штриховать уже среднюю ячейку. Вот эту большую, которая как треугольник идет. Соединительная такая уже. Также сначала по краям добавляю еще вот там вот как бы боковую стенку, да? Ее тоже заштриховываю, но не сильно. И начинаю заштриховывать чего-нибудь внутри. А тут до середины только штрихую. Дальше не штрихую уже. Делаю немножко закругление там. Беру резиночку и добавляю светлые такие линии. Вот так. Вот здесь немножечко вскоре. В принципе, делаю однотипные движения. Все то же самое, что и сверху. Сначала боковые линии. Потом чуть-чуть тени штриховки. И в конце ластиком подправляю. Вот эту часть, где лапки идут, боковая часть, там тоже надо заштриховать. Чтобы было там прям темная-темная должна быть часть. Лапки, сами лапки тоже нужно заштриховать. Обязательно. Они, собственно, ну, должны выделяться. Их видно должно быть. Для этого я подштриховываю только внизу. Верхнюю часть оставляю светлой. Но все равно ее обвожу. Вот таким образом. Лапку подштриховываю. И эту тоже. Вот так. Ну и осталась вот эта вот дальняя лапка. И ее тоже так же. Причем механическим карандашом очень удобно рисовать вот эти вот коготки как раз. Потому что обычным карандашом очень тяжело его либо надо сильно затачивать, но они все равно получатся жирненькими. А механическим вообще круто. Короче, рекомендую покупать механический карандаш. Тема. Учиться им рисовать. Да, им тоже придется учиться рисовать. Потому что он, как сказать, требует более мягкого отношения к себе. Вот так вот скажем. Потому что если обычным карандашом вы можете посильнее надавить, с ним ничего не случится, то с механическим карандашом такое уже не проканает. Кстати, голову штрихую вот здесь вот ближе к этим щупальцам. Ой, к щупальцам. Что это щупальцам? Это меня сегодня. Ближе, короче, к конечностям. Там светлая. А ближе к ячейкам там потемнее уже идет. Вот. Так вот получается. Не бойтесь наносить штрих более плотно в те места, где идет самая темная часть. А не наоборот. Вообще наоборот, контраст. Он привлекает взгляд. И это очень круто. Вы пробуйте. Не делайте слишком бледные картинки. Добавляйте контраст. Во многих работах вижу как раз вот этот, ну, от контраста отсутствует, потому что либо карандаш твердый, да, ну, и сильно контраст не нарисуешь. Если только там до дыр затерять. Либо это мягкий карандаш, но человек видно, что боится. Боится сделать какой-то где-то темные части. Так вот, не бойтесь. Картинку, даже если вы ее испортите, по вашему мнению, она все равно становится прекрасна. Потому что вы попробовали все. Сделали все для того, чтобы она стала лучше. И все. И вот здесь тоже заштриховываю. Там делаю самые темные, темные точки. И дальние. Вот эти вот, которые слева. Лапки их тоже надо заштриховать. По тому же принципу. Работаю карандашом. Обвожу. И чуть-чуть штриха внизу добавляю. Штриха, штриха. Как правильно. Вообще не люблю рисовать всяких скорпионов, там, кузнечиков, все такое. Мне кажется, они такие отвратительные какие-то. Ну, то есть, не знаю, там, вот эти вот лапки. Это все как-то ассоциируется почему-то с тараканами. И у меня больше никаких ассоциаций в голове вообще не остается. И все это с тараканами, с тараканами. Ужасно просто. У кого еще ассоциируются вот эти вот насекомые с тараканами? Бежите в комментариях. Может быть, я все-таки не одна такая странная. Беру, кстати, ластик. И делаю вот эти вот, то, что я затушевала, более тонкими. Подправляю. Все-таки тень, она не должна быть темнее, чем сам объект. Скорпион, например. В этом случае. Интересно, сколько я раз подправила грифель за видео. Наверное, раза 4 или 5. Еще и вот, теперь осталось только. А здесь добавить штрих. И добавить тени. И, собственно, рисунок можно заканчивать. И с другой стороны тоже так же. Тень возле правого... Возле правой руки. Я забыл, как называется. Короче, возле правой от этой штуки. Там тень лежит плотно, потому что... Ну, сама эта рука, она лежит на поверхности. А дальняя, она, видите, немножечко приподнятая. И поэтому там тень идет, как бы... По поверхности. А она идет над ней. Как это? Фигня это. Ну, забыл, как называется. С головы вылетело бывает такое. Ну, и, собственно, все. Вот такой вот скорпион получился. Обязательно пишите в комментариях, понравился вам или нет. Рисовали ли вы его со мной. И, если не подписаны на канал, подписывайтесь. Ставьте лайк. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.